Здравствуйте, это мистер Фрей и Диск Ворлд Нуар и Льютон, чьи дела, персоналия, друзья и прочие атрибуты мне уже начинают сильно не нравиться, ну не в смысле, что какого крена тут происходит, а в том смысле, что о боже мой, ребят, что вы творите, я не с ними, нет, что-то в этом духе. Мне карточку прислало, как ее звать, забыл? Я знал, что кто-то подсунул карточку под дверь, я догадывался, что это значит. Это значило, что мне необходимо завести почтовый ящик. Встреча с термой назначена на крыше над пересечением улиц Солиса и Федры. Приходи немедленно. Солиса и Федра. Ничем не принижательное место. Тихое и спокойное. Солиса и Федра. Да, вернулся. Ну, карточка. Я знал, что кто-то... Это... Солиса и Федра с термой назначена на крыше над пересечением улиц Солиса и Федра. Солиса и Федра. Ничем не принижательное место. Вот. Вот теперь точно записал... записал на карте, записал блокнот. У меня пропала эта штука. Слишком рано вышло, обалдеть, неужели так можно? Вот крыши. Я решил встретиться с термой один. Но когда я добрался до крыши, ее там не было. Я ждал, раздумывая о ситуации, и ничем больше не думал. Тем больше убеждал, что мне необходимо добраться до Малахита. Свести его с термой было единственным шансом избавиться от него. А может, и от термой тогда я чего-нибудь добьюсь. Ладно, если ты так сильно хочешь. То фиг с тобой, золотая рыбка. Ну, я вернулся, ля-ля-ля. Встреча с термой. Было непросто, но я назначил свидание с термой. Отведи меня туда. Отведи меня к термой. Сейчас. Нам только нужно кое-что обсудить. Отведи меня к термой. Отведи меня сейчас. Да хорошо, хорошо. Пошли. На крыше было тихо. Никто не тревожил меня. Я ждал встречи с таинственной термой и надеялся получить от нее нужные мне ответы. К сожалению, последнее, что я помню, это то, как смотрел на Луну, о боже мой. Потом я был арестован полицией. Воу. Мне сказали, что Малахит мертв, а я главный подозреваемый. Его спину разрубили пополам. Они считали, что это сделал я. Кварри-выкмен. И они считали, что мой кроу-бар был мертвым. При первом он говорит, что мой кроу-бар, то есть его монтировка, видимо. У меня была возможность, а также подходящее оружие. Не хватало лишь мотива, но тот, кто когда-либо заговаривал с троллем, тут же получал мотив убить его. Меня пригвозили неплохо. Они отвели меня в псевдополис Ярд на допрос. Они сверлили мне в глаза неоновой лампы до тех пор, пока я не перестал различать, что происходит. Только слышал, как Нобби и тролль разговаривают в темноте. Наверное, это был Детритус, первый тролль, который присоединился к полицейским. Детритус? Как правильно по-русски? Не знаю. Был троллем и выглядел именно таким, о ком думают многие жители Антморпорка, слыша слово «тролль». Еще он вызывал смутные представления о сотрясении мозга и сильной боли. Иногда можно услышать поговорку «толстый, как Детритус». Ты идеально уличный полицейский, точно. Я хороший полицейский? Нет. Это я хороший полицейский. А ты плохой полицейский. А почему мне не приложить его как следует кулаком? Потому что нам надо получить от него информацию, а люди обычно плохо говорят, если у них выбиты все зубы. Я могу легонько врезать, а просто погладить. Правильно? Нет. Никаких кулаков. Ну, опнуть. Использовать минимальные меры воздействия, как говорит Ваймс. Они разные бывают. Нет. Никаких кулаков и пинков. Нам надо с ним поговорить. Что? Поговорить? Ладно, я поговорю. Ты кричишь. Ладно, мы знаем, что я тут сделал ты. Нет. Пока нет. Ладно. Я только включу... Лоудфон. Лоудфон. Верно. Ладно, мы это ты сделал, а теперь выкладывай все по порядку. Погоди. Надо включить запись, иначе не будет доказательств. Хорошо. Допрашиваем подозреваемого Льюна. Присутствуют Капрал Нобби и сержант Детритус. Сейчас? Сейчас. Ладно, это ты сделал, и все это знают, так что чистосердечное признание облегчит твою участь. Это мой допрос, да? Не меняй тему разговора, жалкий червяк. Просто расскажи нам, что случилось, Льютон. Ты... нам нужны факты. Факты. Манди убили, а ты оказался на месте преступления. Я был без сознания. А откуда ты знал, что ты без сознания, раз ты был в отключке? Аааа, твоя логика просто убийственна. Сейчас ты будешь внимательно меня слушать, а потом мы проверим, кто из нас действительно носит предмет одежды с двумя штанинами. Факт. Бедняга-малахит сбежал. В смысле сбежал? Видимо, что-то не то. А, факт, который убежал от тимании-малахита, что-то в этом духе. Бедняга? Ты имеешь в виду тролль? Ага. Не понимаю. Не тролль сбежал, да? Или что? Бедняга-малахит... Сбежал... Бедняга-малахит... Бедняга-малахит... Чё? Самым подлым образом... Чё? Бедняга-малахит... Подлым образом... Да. Ага. Он сбежал... ...из каземата. Возможно, следует сказать... Преступник? О чём они вообще говорят? Точно. И что он делает? Эйх! Мы задаём вопросы, ты жалкий... А-ру-г-ха... А-ру-г-ха-ха... Да. Ты знаешь, что это значит А-ру-г-ха? Он слонялся около замка фон Убервальда. Я никогда не слонялся около замка фон Убервальда. Да, это Малахит слонялся. Так что же значит А-ру-г-ха-ха-ха? В настоящий момент это не важно. Я лучше... 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 Оставайся по-прежнему плохим копом. Да, кстати, да. Вот что я думаю. Я хороший коп. Нет, я хороший коп. Да-да, это делает меня... ...плохим копом. Ну так тебе чё, не врезать-те? Мы не можем бить его, Детритус. Это будет превышение служебных полномочий. Только в том случае, если у него останутся следы побоев. Придняга Малахит. Чё? Убили его, а ты оказался на месте преступления. Уже лучшее. Повторяю, я был без сознания. А-а-а... Удобно для тебя. Два убийства оба раза, ты без сознания. А где твое родие убийства, а? Где лом? Скажи мне, ты взял лом, и я дам тебе закурить. Ха-ха-ха-ха. Я знаю, где я украл лом. Один из твоих собачьих хвостиков? А, в том смысле, что какая гадость, куришь ты? Нет, спасибо. Я дам тебе кофе. Лучше вишневый пирог. Новый костюм. Ты сам выберешь цвет. Слушай, я думаю, ты слишком серьёзно воспринимаешь роль хорошего копа. Спасибо. Теперь моя очередь. Ты хочешь скатиться по ступенькам в камеру вместе со стулом? Я тебя устрою. Скажешь, что случилось. Подожди, я должен был встретиться с троллем по имени Термона, крыша Салиса и Федри. Я договорился с ней. От имени Малахита. И когда мы были там, убийство ударило меня, я потерял сознание. Я знаю, это звучит невероятно, но случилось всё именно так. Два убийства, и оба раза ты без сознания на месте преступления. Признайся, Лют, это уже слишком. Я должен сам, да, согласиться. Действительно, я уже начинаю его немножко сам подозревать. Ты хочешь, чтобы я защищался? Ты хочешь, чтобы я лгал? Может, всё дело в гильдии юристов? Просто расскажи нам всё, что ты знаешь. Как ты знаешь Малахит? Я познакомился с ним на улице. Он просил помочь ему найти Термо. А когда ты понял, что речь идёт о преступлении? Преступник. Чё? И до сегодняшнего дня я этого не знал. Лютон, ты рискуешь. Не думаю, что тебе надо настаивать на том, что ты не знал, что из себя представляет Малахит. Ну, кстати, да. Я не знал, кто он. Да ладно, я спрашивал у Нобби. Нобби, по-моему, рассказывал, что Малахит прячется от какого-то преступления. Тебе набросать его схематично? Чего? Сочем? Похоже, ты врёшь. Лютон, ты был детективом и всё такое, и при этом не знал, что один из твоих пытоков своих клиентов сбежавший преступник? А, имеется в виду, что Малахит сбежал. Да я только сейчас это понял. Ну, что я могу сказать? Я не такой уж хороший детектив, как ты. Что ещё ты хочешь узнать? Я не хочу вспоминать про карту, о которой ты говорил. Какую карту? Это может прояснить ситуацию. Соткнись, здесь Трейт. Это не карта. Он сказал, что это карта. Я продолжал расследовать дело Малахита, потому что оно меня заинтриговало, и чем больше я в него влезал, тем интереснее оно становилось. Что ты обнаружил? Ну, не знаю. Я думаю, что за Термой надо было следить. Приятно слышать, что она убийца Малахита. Почему вы её не допросите? Нету тролля по имени Термо во всём Анг Морперке. Ты хочешь верить на что это? Она убила Малахита и Манди и подставила тебя? Давай, колись, рассказывай, что знаешь. Ты пока ничего не сказал. Не понял. А, reason. В смысле, мол... Чёрт, я плохой переводчик. Я не знаю, как сказать. Давай, грязная кондиционная крыса. Мы хотим услышать правду. Хватит, Детриктус. Сэр? Ты можешь идти. Я всё делал правильно? Скажем так, ты сделал всё, что я предполагал. Теперь иди и напиши репорт. Репорт. А, рапорт, ну да. Только на этот раз не карандашом. Пожар. Пожалуйста. Займёт его на несколько дней ужас какой-то. Может быть, он туповат. Но не подный убийца, как ты. У тебя личный интерес к этому делу, Ваймс? Я думаю, у тебя есть чем заняться и без этого. Ты же теперь начальник полиции. Это моё личное дело. Ты не заинтересован в моей вине или невиновности. Ты хочешь меня арестовать. Честно говоря, Льютон, у меня есть все доказательства твоей вины, которые необходимы, если я буду выполнять свой долг. Тебя запрут в камеру и выбросит ключи. Ты был плохим полицейским. Жаль тебе тратить на тебя время. Если ты так уверен в моей вине, я зачем этот допрос? Нобби считает, что есть некоторые необычные обстоятельства, которые надо расследовать. Тебе будет легче, если ты согласишься, Льютон. Я думаю, у тебя есть причины поступать так. Позволь нам помочь тебе. Сигарету? Поездка на двоих? В Квирн? Комната, окнами на море? Ну-то мы платим! Я не виновен и не собираюсь признаваться в преступлении, которого не совершал. Послушайте, Льютон. Мы проводим этот допрос, потому что я верю в торжество закона. Но в Антморпорке нет закона. Ну, согласен. А, но он говорит, что есть зато мой закон и закон Патриция. Какой ты предпочитаешь? А в чем разница? Лорд Ветенари считает, что преступник должен понести наказание и исключение быть не может. А я тоже так считаю. В смысле? Но ты уже решил, что я виновен. А, нет, видимо, он просто считает, что могут быть исключения. Что-то в этом духе, наверное. Это не значит, что я доказал это. А если я докажу свою невиновность, этого никогда не произойдет. Тогда в чем смысл всего этого фарса? Закуришь? Нет. Дело в том, Льютон, что мы просто хотим выяснить, что произошло. Соверши хоть один честный поступок в своей жизни, Льютон. Помоги нам закрыть дело. А зачем? Чтобы в этом случае мы сможем закрыть это глупое маленькое дело и сконцентрироваться на опасности, грозящей городу. Опасности. А, ритуальное убийство. При этом он говорит, что это counterweight killings, то есть противовесное убийство. Я должен сказать, что все это очень подозрительно, конечно. Я понятия не имею, чем в итоге все это кончится. Это очень занятно. У этой игры действительно необычная тема. Я действительно не понимаю, что происходит. Это... Прям держит меня... Сосанец. Ладно. А почему бы не предположить, что оба убийства Малахита и Манги совершил этот специалист по ритуальным убийствам? Хочешь, чтобы мы поверили в это, да? Ты хочешь представить тело так, будто эти убийства похожи на ритуальные, и выпутаться. Ну, да. Было бы неплохо. Тебе не нужен я. Тебе нужно поймать киллера. Ах, ты просто невезучий киллер, Льютон. Моя работа — защищать жителей города от таких, как ты. Что? Ты даже... Их особенно и не любишь. Жители города, в смысле. Ты думаешь, что они все преступники? Может быть. Но убийство — это уже серьезно. Послушай, Льютон, мы не думаем, что ты связан с ритуальными убийствами. Но мы должны знать, что ты совершил, а что он, чтобы предотвратить новое убийство. А, понятно. Это твой шанс стать героем, помочь нам поймать убийцу гастролера. Забавно. Он, возможно, сказал foreign. Ну ладно. Героем? Ну... Для себя самого я не могу ничего сделать. Почему я должен заботиться об остальных жителях? Я играю за... Ту еще сволочь. Мне он реально уже совсем не нравится, этот кребаный Льютон. Он такой странный. Ты же неплохим человеком был, Льютон. Это был твой первый шаг к исправлению. Нет. Не такой уж я и хороший был, видимо. Ты должен знать, Льютон, что тебя подозревают в ритуальных убийствах. И этот твой лом имущество из дворца, а это значит, что у тебя был доступ к месту преступления. Ты в отчаянном положении, да? Мы с тобой только время теряем. Может, что насчет Эйдина? Другие убийства, наверное. Ты можешь объяснить мне, почему ты не можешь предположить, что Манди и Малахиды убил тот, кто виновен в остальных ритуальных убийствах? Я в это не верю. Манди и тролль были ничтожеством. Спокойно, Нобби. Ты сумасшедший. Тебе кажется, что ты угадал общую схему, и теперь изо всех сил пытаешься все под нее подогнать? Мы просто делаем свою работу. А что насчет Рейгана? Мертвый гном? А что насчет него? Еще одно подозрительное убийство, обставленное как ритуальное. Он тоже невеликая шишка, однако следы указывают на киллера из противовесного континента. Ты хочешь признаться в убийстве Рейгана? Нет. Я всего лишь хочу сказать, что Манди и Малахиды не просто ничтожество, если их убрали при таких загадочных обстоятельствах. В смерти Рейгана нет ничего загадочного. Люди не сталкивают телеги с моста без причины. Он был просто невнимателен. Может быть, это самоубийство. Может быть, он просто был пьян. А как насчет ран? Каких еще ран? Не было у нее никаких ран. Я смотрел. Рейгана убили. Я в этом уверен. Тогда у тебя будут большие проблемы, Льютон, и прямо сейчас я рекомендую тебе сконцентрироваться на них. Наверняка у вас есть и другие подозреваемые, кроме меня, даже если вы думаете, что эти убийства совершил специалист по ритуальным убийствам. Ээээээээ... Закуришь? Полное собрание пьес Гномах, Вела. В переплёте из натуральной кожи. Нет, я не хочу курить. Я хочу знать, кого вы еще подозреваете. На данный момент ты в первой списке Хотя ты же и последний в этом списке Я единственный? Так, что ли? Ну, да Мне в этом нет ничего печального, Нобби Послушай, Лютон, что касается убийств противовесных, да Там есть другие подозреваемые, и мы стараемся разоблачить их Но в случае Манди и Малахита, ты единственный Хорст, Эль Кхали, Термо Хорст Я не думаю, что хоть кто-то из них виновен Пусть бы Хорст Потому что про Термо они уже сказали, что нет Эль Кхали, это ничто Пускай бы Хорст Хотя это бессмысленно Хорста нужно бесконечно опахаливать Иначе у него крыша поедет Что значит Хорста? А какое отношение к всему этому имеет Хорст? Он следил за мной Он, наверное, к чему-то причастен Он всегда к чему-то причастен Но он не убийца По крайней мере, он не убивает своего собственными руками Он никогда не будет так беспечен, чтобы самому совершать убийство Он не настолько глуп Ну, значит, Эль Кхали Что значит Эль Кхали? Эль Кхали Один из дружков Хорста Я думаю, он следил за мной Думаю, могу задать ему пару вопросов Почему у меня такое чувство, что Ты не станешь этого делать? Смирись, Лютон Ты убил Манди Убил Малахита Еле пытаешься представить дело Так вот это сделал серийный убийца Прикол в том, что это действительно странно Что он два раза отрубался Он утверждает, что кто-то ударил Но я не уверен, что у него шишка есть Что бы я ни сказал Это не убедит вас в моей невиновности Верно Похоже так, да Окей Да, я был в комнате Манте, когда его убили Но я был без сознания А еще я был на крыше, когда убили Малахита Опять я был без сознания Я не знаю, что произошло Но кто-то вырубил меня И кто бы это ни был, именно его вы должны искать Здорово Если ты этого добиваешься, ты это и получишь Передай мой привет лорду Викинари, когда тебя будут судить Сомневаюсь, что он будет так же терпелив, как я сейчас Факт таковый, мистер Что город станет намного чище и приятнее Когда ты попадешь на скамью подсудимых Они передали меня в руки дворцовым стражникам, которые препроводили меня в тюремную камеру У меня было плохое предчувствие по поводу положения вещей Большинство людей, подлежащих суду, патриции принимал сразу же Ходили слухи, что если вас затащили в камеру в ожидании суда Это было все равно, что быть помещенным в ящик с надписью «Забытый» И не очень большой ящик Я должен сказать, что, несмотря на то, что меня совершенно не впечатляют Очень долгие разговоры в этой игре Тем не менее, меня очень впечатляет эта камера Я большой фанат игры Dungeon Keeper Как некоторые из вас уже могли убедиться И то, что сейчас происходит здесь, мне сильно об этой игре напоминает Быстрый малыш, он исчезает в тот момент, когда я начал двигаться Я, возможно, смогу поймать эту крысу И, конечно же, я сохранюсь, но я, конечно же, сохранюсь в другой слот Сомневаюсь, что здесь можно что-то прям настолько сильно запороть Но, черт его знает Наверное, это конкретное видео мы сделаем покороче, чем обычно Да, оно состоит из диалогов Эти диалоги были не то, чтобы сильно занятны Но, все равно, как ни странно, игра меня все еще никак не отпускает Так что, может быть, когда-нибудь она захватит и вас Хотя, если бы здесь, значит, захватило уже Эх, все-таки красиво здесь Реально красиво Я даже непонятно храняю отсюда выбираться В любом случае выбираться я буду точно потом Бай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!